И, в общем, я обратилась к Алексею и говорю, давай мы как-нибудь дома это сделаем, так, чтобы в домашних условиях можно было попить это. И чтобы я научилась. Потому что вкладываться в какую-то специальную посуду, когда ты не знаешь вообще, понравится тебе это, не понравится. Именно в домашней обстановке, например, за завтраком пить или как-то, то не будешь вкладывать в специальную посуду. Это бессмысленно. Любой правомыслящий человек, который считает деньги, зарабатывает их честным трудом, он не будет этого делать. И мы взяли, значит, несколько образцов мати. Мы взяли глубокие миски. И Алексей сказал, можно просто в глубокой миске делать это вилкой, как ты взбиваешь яйца с молоком, чтобы яйца не ест. А, ты сказал, палочками. Ну, и вилкой тоже. Не у тебя есть палочки? Еще проще, еще проще. И, в общем, мы записали ролик на ютубе, он есть, как делать мать дома вообще, вот так вот на коленке. Конечно, сразу куча дизлайка, подписка, просто, фу, как так можно. Но, на самом деле, многие люди, кто готовы попробовать, я говорю, сначала вложитесь в хороший продукт. Купите хороший чай, пусть это будет 25 грамм хорошего чая. Взбите его вилкой, палочками, я не знаю, виксером. Это не так важно. Вот Денису, я тут решал снять ролик, как он это делает в френч-прессе, например. Но, по-моему, еще не сделала, да? Вот так вот, быстро. Суть в том, что если, я говорю, что если человеку понравится вкус напитка, он будет готов вкладываться в посуду. Он будет готов искать способы более красивые, более традиционные, более какие-то правильные. И только после того, как он осознает, что ему это нужно, потому что вкусно. Есть хороший двигатель. И я призываю вас пробовать, искать хорошую мать, укладываться в продукт, а затем уже постепенно подрастать в хорошую посуду. Потому что если продукт хороший мать, свежая, качественная, то это действительно очень вкусно. А если так себе вы попробуете, то, скорее всего, вы поставите пресные там напитки. Ну, потому что старая мать, зелено-коричневого цвета, это просто, ну, только пирожки, блинчики зеленые, печь, так, just for fun. Вот так. Спасибо за внимание. Полина Сагара, давайте поаплодируем, как следует, и найдем ее в Инстаграме и на Ютубе, потому что на самом деле там очень много интересного по разным чаям. И Полина, человек, который прям ездит в Китай, на Тайвань, и на этих плантациях по-своему смотрит на чай, доносит такое видение, ну, от простого к сложному. Потому что на самом деле в очень многие сферы мы боимся войти, потому что мы видим, там, как и машина. Дорогая, большая, сложная. Без образования сложно подступиться. Еще не на ту кнопку нажмет, взорвется, да? Вот. Не нужны обязательно какие-то простые решения, простые переходы, которые специалистам не стоит знобить и говорить, что, ну, это как-то там по-детски, по-деликански. Нет. Должны быть ходы. И вот как раз чай нилат – это специфический подход к японскому чаю, который позволяет его распробовать и понять, что помимо церемонии, кимоно, татами, которые, ну, не всегда близко к русской душе, есть еще сам продукт, сам хороший чай, который за несколько лет японцы довели до своеобразного совершенства. Вот, как раз. Я тоже. Я слышу голос прекрасного далека и есть шанс, что Алина уже готова. Это правда? Нет, это неправда. Но скоро будет готова. Так, ну я еще перед вами только что не танцевал, да? Может, у кого-то появился вопрос? Вот, вы можете… А, все. Алина. Алина Никишова. Ну что, я готова к участь? Куча, куча, вы не следует. Так, ну что, время у нас у меня дается. Когда время? Добрый день, меня зовут Алина. Сегодня я попробую для вас приготовить три необычных молочных напитка. Я постаралась ориентироваться больше на потребителя, на человека, который не разбирается в чаях и для которого этот чай кажется каким-то вкусным, пресным и чем-то непонятным. Сейчас мы с вами попробуем заварить мачо и попытаться замиксовать два разных растительных молока, чтобы добиться нужной текстуры и интересного вкуса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так как мы ориентируемся на людей, которые в этом не разбираются, в моем напитке 1 грамм мачо 30 миллилитров воды. Сейчас очень активно пропагандируется здоровый образ жизни и все люди, которые следят за тенденциями, переходят на здоровый эпидемент. И кто-то отказывается от сахара, кто-то отказывается от того же королевого молока по некоторым причинам, а кто-то просто хочет перейти на растительное молоко, потому что оно не нравится. Продолжение следует... Посмотрите, какие отточенные движения. Самый важный, самый интересный момент. Как получается рисунок из чая и взбитого молока. Продолжение следует... 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 Пожалуй, перейдем только к латарту Там ручка моего ехала Там ручка моего ехала Там ручка моего ехала Там ручка моего ехала Там в посеве Герой В hundred Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Добро пожаловать на наш канал!